Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами снова Юлия. Сегодня хочу вам поведать о том, как прошел вчера мой шоппинг в стоковом магазине Marshalls в США. Я не ожидала, что я куплю такое количество товаров, зайдя просто за плойкой для волос, утюжком я имею в виду, я просто накупила такое количество товаров, и это в принципе неудивительно, потому что стоковые магазины, как правило, отличаются низкой ценой, то есть то, что вы обычно купите, допустим, где-нибудь в Сифоре, это может стоить одну цену, там это стоит просто в 2, в 3, в 4 раза дешевле, поэтому если вы готовы подсмотреть, что же я такого вчера приметила в Marshalls, давайте начинать, поехали! Перед тем, как мы начнем, я хочу вам поведать одну историю. Я зашла в магазин, и женщина говорит, вам нужна тележка? Я такая говорю, да нет, наверное, мне нормально, вполне, не нужна мне тележка никакая. В итоге через минут 15 я иду в направлении их, и она говорит, о, типа, знакомые люди, вам нужна тележка? Я такая, ну да, и она такая, ну, типа, понятно, что карантин и все дела, что люди соскучились по шопингу, поэтому давайте посмотрим, что же я приобрела. На самом деле, когда я жила в России, я ни разу не слышала о вот брендах, которые я использую сейчас в своей бьюти-рутине. И первое, что меня очень удивило увидеть в Marshalls, это вот такая маска от I'm Sorry For My Skin. Я никогда не пробовала эту маску в своей жизни, поэтому, увидев ее, я такая, вау, маска, сколько она стоит? Поворачиваю упаковку, и написано, что 6 долларов. Я такая просто вау, естественно, я ее взяла, и здесь получается у нас 5 штук этих масок. За 6 долларов вы получаете 5 масок, то есть одна маска стоит около доллара, ну, даже, может, дешевле. Поэтому это очень-очень хорошая, выгодная покупка, определенно. И я в нетерпении попробовать их, потому что я знаю, что любят многие этот бренд масок. Он очень такой инстаграмный. Мне кажется, основная причина, почему это, потому что название, оно такое, типа, я извиняюсь за свою кожу. Как вы считаете, ребят, выгнали покупать такую маску 5 штук, их за 6 долларов? Напишите в комментариях, пожалуйста. Следующее, что у нас здесь есть, это такой набор от Shiseido. Если честно, когда я была в Marshalls еще до моей поездки в Россию, это было в марте примерно, я увидела этот набор, и я такая, нужен ли он мне? Он стоит, получается, 27,99, тогда как цена рыночная у него 48 долларов. Прикол в том, что вы получаете здесь и умывалку от Shiseido, вы получаете здесь тоник или софтенер, который делает вашу кожу чуть мягче, изготавливает вашу кожу к дальнейшим действиям в плане ухода за кожей. Также тут у нас имеется крем, увлажняющий для кожи лица, естественно, и также крем для глаз. В США, как правило, гораздо выгоднее искать такие наборы, которые, допустим, предлагают что-то еще, плюс то, что вы ищете, это сохраняет вам деньги, плюс ко всему вы получаете гораздо больше товаров, но иногда, когда вы, допустим, пытаетесь найти что-то, что вам конкретно нужно, допустим, вы ищете какую-то там специфическую умывалку, специфическую сыворотку с какой-нибудь, допустим, центеллой, скорее всего, в наборах их... Серьезно? Скорее всего, в наборах их не будет, но если вы покупаете ее отдельно, конечно же, вы найдете то, что вы именно ищете, именно бренд или состав, а вот такие штуки хороши, именно такие базовые бренды, потому что вы, опять же, экономите деньги, покупая такой набор, и получаете большое количество вещей, которые отлично комплиментируют друг с другом. Следующее, что у нас здесь имеется, это вот такой набор от бренда Чи. Здесь у нас разводитель нам дает попробовать их шампуни в объеме 177 мл каждый. Тут у нас имеется шампунь, у нас имеется кондиционер, который называется инфратритмент. После шампуня вы должны использовать этот вот инфратритмент. Это, скорее всего, чуть больше, чем кондиционер, потому что он имеет гораздо больше веществ, которые работают чуть больше, чем просто кондиционер. Также имеется то, что вы можете использовать на волосы перед сушкой, допустим, феном. Я попробовала сегодня шампунь и вот эту вот Silk Infusion термозащиту, и мне понравилось особенно запах. Просто запах у бренда Чи, он такой, знаете, какие-то как духи. После использования вы, скорее всего, будете получать комплименты от того, что вы пахнете очень вкусно, именно ваши волосы. Следующий момент – это вот такой спрей для волос от бренда Bad Hat от Tiji. Здесь у нас есть блестки со стали, я даже его еще ни разу не пробовала. Пахнет он очень так фруктово и сладко, но я не могу сказать, что это супер какой-то сильный, супер сладкий запах. Вообще, я считаю, что у американских брендов очень все хорошо с запахами. Вы не найдете ни одного средства для ухода за волосами или телом, который пах бы просто, ну, очень плохо. И товар, из-за которого я, собственно говоря, и пошла в Marshalls, это была плойка от Foxy Bay. Именно эта плойка привлекла мое внимание, просто потому что она длинная, она широкая, и она не такая маленькая, то есть с ней можно делать как кудри, в принципе, это написано на упаковке. Она не очень тяжелая, очень классно выглядит, имеется регулировка температуры, это будет такая хорошая инвестиция в волосы. Каково же было мое удивление, когда я увидела там в наборе два клипера, которые отлично помогут создать укладку. Также имеется небольшой кейс, чтобы класть туда эту плойку, возить ее в путешествиях, например. Вы можете делать абсолютно разные стили причесок с этой плойкой. В общем, я считаю, что это была здоровская покупка, стоила своих денег. Правда, я не уверена, есть ли такой бренд Foxy Bay или Foxy Bay в России, просто потому что я его ни разу не видела в России. Но если вы видели, вы напишите в комментариях, мне будет реально интересно узнать. Следующий момент, который касается именно бьюти ухода за собой, это вот такой дезодорант от Schmitz, ароматом бергамота и лайма. Я смотрела недавно русского блогера, и она делала обзор на косметику Сайхерба, и она вот рассказывала об этом бренде, что он такой суперорганический, и это правда. Здесь нет никакого алюминия. Тут все настолько натуральное, что это даже не смешно. В составе я вижу такие вещи, как есть кокос, тут есть кокосовое масло, тут есть масло жожоба, в общем, цитрусовые всякие масла, также имеется витамин Е, масло подсолнечное даже есть, и тут есть также, конечно же, сода. Сода – это очень такой популярный компонент в американских дезодорантах, и это очень популярный компонент, пахнет он не очень приторно, то есть он немножко сладковатый, но тем не менее в нем имеется эта цитрусовая нотка. Надеюсь, что в скором времени все алюминиевые дезодоранты ведут в прошлое, потому что когда есть такое большое количество разных трав, разных масел, которые препятствуют выделению пота, это же так круто. И сейчас давайте перейдем к домашней утвари. Маршаллс очень-очень знаменит тем, что у них имеются очень классные, недорогие, опять же, товары для дома. Первое, что я решила взять, это вот такая штука, именно для интерьера, потому что тут очень такой классный цветочек, и когда я увидела цветочек этот, и саму баночку, я такая, вау, надеюсь, это вкусно пахнет, потому что нельзя понюхать пыло в магазине, она была запечатана, но, конечно, запах у этой штуки, он немного такой, как мой муж сказал, он бабушкин запах, но он такой специфический немножко, и тут имеются у нас такие палочки, их вставляешь в эту водичку, и комната наполняется вкусными ароматами. Возможно, я ставлю эту баночку только из-за дизайна, потому что если поставить ее в туалетную комнату или на туалетный столик, где вы делаете макияж, это будет очень добавлять красивый акцент, поэтому я буду думать, возвращать ее. Или нет, стоила эта штучка 10 долларов. И последнее, что я купила в Marshalls, это была такая подставка для косметических средств. В Marshalls их очень много, можно выбрать абсолютно любую подставку, для чего угодно, а мне нравится там покупать их подставки для косметики, для каких-то бьюти продуктов. Эта штучка стоила у нас 8 долларов, и вы знаете, чем она классная, это то, что здесь можно не только поставить помады, палетки, которые я поставила сюда, здесь помимо этого есть подставка для кисточек, и я поставила сюда основные кисточки, которые я использую каждый день. В общем, за эту цену я считаю, что это очень хорошее предложение. Я покупала подставку для помад на Амазоне за 15 долларов, здесь это 8 долларов, здесь гораздо больше пространства, вот поэтому, когда сейчас все открылось, ну, люди, естественно, будут ходить в Marshalls или в такие стоковые магазины, потому что там реально гораздо больше выбора, чаще всего, и вы покупаете, вы получаете товар сразу же, это очень здорово. Товар, который я вчера приобрела, нашла, увидела, это вот такое классное зеркало, которое на самом деле очень необычное, потому что здесь имеются такие бриллиантики, и они очень классно светятся, подсвечиваются этим светом, который вы включаете в этом зеркале, это может использоваться как ночник, то есть у нас в туалетах очень-очень яркий свет, иногда, допустим, утром вы рано просыпаетесь, и вы не хотите такой яркий свет в ваши глаза, и мы думали, что же нам поставить, какую-то другую лампу купить, и тут я нашла это зеркало, я просто такая, вау, это то, что нужно, это все на батарейках, тут уже на 4 батарейка типа AA, и, в общем, я считаю, что это очень классная вещичка. Просто даже дизайн этого зеркала, мне кажется, он о многом говорит, это, знаете, такой немножко с намеком на какую-то роскошь. Когда я увидела его, я такая сразу, вау, какая классная вещичка, и я просто сразу же положила в корзину его. Конечно же, все сделано в Китае, но это, наверное, надеюсь, надеюсь, что это такой более качественный Китай, потому что, ну, конечно же, все в Америке китайское, если говорить о каких-то товарах, знаете, для дома, большинство всего Китай, поэтому это как бы неудивительно. Даже не знаю, что будет дешевле, что-то сделанное в Китае и привезенное сюда, да, и там это, допустим, на распродаже, или же что-то сделанное здесь, в США. То есть, как вы думаете, напишите в комментариях, мне будет очень интересно, потому что это такой интересный топик. Ну что, ребят, вот такой вот у меня был вчера шопинг в стоковом магазине Marshalls. Я думаю, что товары, приобретенные, были приобретены не зря. Скажите, а что вам больше всего понравилось, что бы вы купили, вот тут же увидев это? Будет ли это зеркало, которое подсвечивает себя, или будет ли это, допустим, маски от I'm Sorry For My Skin? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Также, ребят, не забываем подписываться на канал, это важно, потому что я хочу, это моя мечта, приблизиться к тысяче подписчиков до Нового года. Я считаю, что мы все можем немножко помочь мне в выполнении этой мечты. Если вам также нравится мой контент, ставьте лайки, комментируйте, это также помогает продвигать видео в массы. Ну, а я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok